Друзья, приветствую! Олег из Питера прислал мне 5 образцов разных масел. Это Татнефть Люкс Пао 5.40 2023 года. Татнефть Люкс Пао 5.40 2022 года. Сравнить, насколько изменились рецептура. Руснефть Рейсинг. Магнум Рейсинг 5.40 тоже, я так понял, что свежая. Посмотреть, что там с ним стало по возможности. Шелл Ультра 5.40 SP. И еще один образец. Это у нас Синтек Премиум 5.40. Все полнозольники, сороковочки. Кстати, посмотрите, какой цвет. Интересно, да? Здесь самый жирный получается пакет. Сейчас сравню. И я уже вот этот Люкс Пао проверил. Посмотрите, какой жир. Противоизносных 1.33%. Фенольных есть, чуть-чуть аминных, чуть-чуть есть. Маловато антиокислителей. Щелочное число высокое. По ГОСТу для свежего где-то 10.4, наверное, было бы. 10.5. Ну и кислотное. Ну, понятно, что пакет такой набухали. Значит, и кислотное 2.62, высокая. Вязкость 14.35. Посмотрите, по мнению прибора, 9% эстеров. И интиленгликоль. Значит, если в отработке такое количество, это антифриз. А здесь что-то в пакет добавляют. Такое гликолистое. Сравню. И если надумаем все это показывать, продемонстрирую вам результаты. Так, друзья, прежде чем покажу вам результаты, хочу отметить, что Олег дослал еще образец масла Devon Speedmaster 040. Так, ну давайте посмотрим результаты. Вот спектр, область спектра, которая отвечает за состав базы. Видим, здесь максимально возможное содержание ПАО базы. Это у нас полимериум и Роснефть. Синяя линия чистый VHVI. И, значит, черная линия Mobil 1 ESP. Видите, даже пониже содержание в Mobil. И от основного пика справа видно гребеночка. Это нафталиновая, так называемая, гребеночка. В полимериуме она присутствует. Так, следующий график у нас. Те же самые масла. Здесь мы видим, что полимериум превосходит даже Mobil 1. И по содержанию, значит, эстеров. Ну и, в общем-то, даже чуть-чуть больше здесь суктинемидов. Такой компонент премиальных масел. Значит, у Роснефти значительно хуже. В этом плане в два раза меньше суктинемидов. Ну и практически отсутствуют эстеры. Следующий у нас график будет. Смотрите, что тут у нас. Синтек премиум 0.40. Здесь уже высокое содержание ПАО. Но это нулевка. Видите, у меня здесь перепуталось. 5.40 и 0.40. Обратите внимание, два Mobil. Полнозольные и среднезольные. Посмотрите, линия в линию просто идут по базе. Так, и чуть ниже у них, чем у Татнефти, количество ПАО. Ну и здесь Девон Спидмастер. Видно, что, да, тоже присутствует ПАО в базе. Так, следующий график у нас будет. Это у нас Татнефт Люкс ПАО. Видите, максимально, ну как бы не максимально, из перечисленных масел здесь максимальное содержание суктинемидов и эстеров. Какой высокий пик. Значит, у Роснефти, смотрите, очень линия похожа на Shell Helix Ultra. Вот, и замыкает все это. Самый бледненький, это Синтек Премиум. Но здесь 5.40, обратите внимание. Немножко от нулевки отличается. Ну, по содержанию достаточно сильно отличается. Так, далее здесь тоже график. Здесь уже Синтек 5.40. Видно в Синтеке гребенка нафталиновая, в полимериуме. И в Синтеке, видите, да. Татнефть нет. Вот, ну и еще один образец, который не хотелось бы называть. Пачкать рот, в котором заявлены нафталины, но они здесь не просматриваются. Так, далее переходим к следующему графику. Здесь у нас, значит, Devon Speedmaster 0.40. Максимальный ПАО здесь у нас Роснефть. Далее идет Татнефть. И вот практически рядом с VHVI чистым у нас Shell, Синтек и Devon. Вот, кажется, что в Devon практически нет ПАО, но это не так. Это полнозольное масло. Пакет забивает, больше забивает вот этот пик. Я бы сказал, та область, как бы, условно говоря, отвечает за чистоту. Следующий график у нас здесь Devon, обратите внимание, и Татнефть. У Татнефти и, значит, и субцинемидов побольше, и эстеров. Ну, в общем-то, Devon уверенное второе место. Вот, видите, да. Также Роснефть на третьем, а Синтек замыкает, значит, эту таблицу, скажем так. Так, следующее. Здесь уже, обратите внимание, красная линия – это чистая ПАО. Синяя линия – это чистый VHVI. И вот между ними мы видим, да, полимериум и Роснефть одинаковое содержание ПАО. Вот видите, разница, две линии, красная линия – чистая ПАО, и две линии – нижняя. Вот разница между ними как раз обусловлена наличием пакета и загустителя, который обычно делается или на гидрокрекинге, или на минеральном масле. Так, здесь мы видим то же самое. Здесь немножко другая комбинация. Синтек, видите, как и Шелл Хеликс, вроде как совпадает с Танеком. Но в полнозольниках, я говорю, что этот уровень чуть-чуть, пакет занижает этот уровень. И сложно определить, если ПАО небольшое количество. По заявлению технологов с Девона, я лично общался, говорят, что ПАО у них 25%. Так, следующий график – это у нас сукцинемиды и эстеры. Но здесь видим по сукцинемидам полимериум и татнефть практически одинаковые. Чуть больше у полимериум, ну там, на граммульке. Значит, и чуть лучше по эстерам татнефть. Значит, Шелл Хеликс Ультра и Роснефть одинаковое количество. В два раза меньше сукцинемидов и отсутствие эстеров. Кстати, у Роснефти странный подход. Много ПАО и нет практически эстеров. Ну да, и вот здесь, на данной таблице, хотел обратить внимание именно на Роснефть Магнум. Мне кажется, что есть какие-то такие небольшие бугорки, да, вот, значит, гребеночные. Но если здесь и нафталины есть, то это минимальный, самый минимум какой-то. Вот, странный вот подход. Много ПАО и практически отсутствие эстеров и эстеров. Так, и смотрите, вот такой условный рейтинг я набросал. Название масел. Хочу отметить, что здесь Синтек 5.40 оценивался. Максимальное содержание ПАО у нас два масла. Роснефть и Полимериум. На втором месте за ними идет Татнефть, потом Девон и Синтек. Ну, здесь они близки. Девон и Синтек. Сукцинемиды здесь безусловный лидер. Это Полимериум. Второе. А, Полимериум и Татнефть. Второе место делят Роснефть и Девон. И на третьем месте Синтек. По эстерам здесь лидер один, Татнефть. Девон и Полимериум делят второе место. И третье место делят Синтек и Роснефть. Нафталины, понятно, здесь Полимериум. На втором месте Синтек. И на третьем, ну, вроде бы как Роснефть в Девоне и Татнефти отсутствует. Значит, это итоговое по компонентам, итоговое число. И спасибо Олегу, он посмотрел все цены, дал за литр. И с учетом стоимости литра, можно тут тоже поставить оценки за стоимость. Значит, полимериум 0, понятно, самое дорогое масло. Но тут как ни крути, хочешь качественный и жирный состав, это будет стоить недешево. Значит, 0 за стоимость. Максимальная оценка пятерка, это у нас Devon. Самая доступная, 450 за литр, шикарная цена. Далее идет Syntec, тоже. Ну, видите, состав победнее, ну и 500 рублей за литр, тоже нормально. Роснефть и Татнефть последнее место разделяют. Ну и вот итоговый рейтинг, итоговые баллы с учетом стоимости. Безусловный лидер в любом случае здесь получается полимериум X-Pro2. Далее идет, значит, Татнефть, люкс, 16 баллами. На третьем месте у нас расположился Devon Speedmaster, 14 баллов. За ним идет Rosneft Magnum, 13 баллов. И замыкает Syntec Premium, 12,5 баллов. Но если это будет Syntec Premium 0,40, то здесь будет, конечно, значение повыше, потому что PAO там побольше. Ну вот такой получился тест. Спасибо Олегу за предоставленные образцы. Да, кстати, Олег занимается в Питере, много лет уже занимается раскоксовкой. Здесь я скрин приложу сейчас. И в описании можно будет найти его. Реанимирует мотор и большой опыт уже. Вот. Если у кого-то масложор при не очень большом пробеге, то имеет смысл, наверное, обратиться, по крайней мере, за консультацией. И, как бы, может быть, решить данную проблему. Вот. Ну, спасибо еще раз за поддержку канала, за предоставленные образцы. И все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.